Доброе утро! Ни для кого не секрет, что в современном мире большую роль играют новые технологии. Поэтому сегодня многие родители пытаются выявить технические наклонности у своих детей на самых ранних этапах, ведь эти навыки точно пригодятся и в будущем. О том, как юные белорусы могут развивать технологические навыки с самого раннего возраста, этим утром мы поговорим с Алевтиной Урбан, заведующим отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи, и Владиславом Богданом, заведующим лабораторией технологии и инженерии Минского государственного дворца детей и молодежи. Здравствуйте! Здравствуйте! Как все меняется? Когда я был ребенком, что там было? Кораблики делали и так далее, а теперь IT, роботы и так далее. И все это уже наша реальность, и очень здорово, что дворец детей и молодежи тоже подстраивается под направление. Давайте поговорим о самых популярных. Вот в вашем секторе куда чаще всего приходят дети? Что их интересует? Ну, отдел технического творчества сегодня, это, конечно, в первую очередь робототехника, все хотят собирать роботов, во вторую очередь это IT-направление, все хотят стать программистами, но мы, наверное, немножко схитрили и внедрили во все эти программы чуть-чуть творчества, чуть-чуть креатива и сделали такую вот свою фишку для того, чтобы дети не только собирали роботов, не только программировали, но и изучали, допустим, иностранный язык параллельно, приучались к техническому творчеству, то бишь делали что-то руками, ну и всесторонне развивались. Так, а как тогда составляется программа? Как возможно все это изучать параллельно? Значит, в отделе с 2017 года был открыт Центр инновационных практик «Технопрорыв». Это наше, скажем, такое прорывное направление, где были созданы комплексные программы. Ну, история какая? Каждый ребенок приходит и говорит, я буду собирать роботов, и больше мне ничего не нужно. Мы сделали программу, в которой ребенок собирает роботов, дополнительно в 2017 году они начинали изучать английский, у них был спецкурс, и это было обязательным изучением. И дополнительно мы вводили для них такое направление, как ЧПУ-моделирование. Это когда мы вот этих маленьких детей заставляли делать ручками кораблики, самолетики, машинки. И, в общем-то, как бы это дало свой результат, потому что многие дети, пройдя обучение 3-4 года, то есть это большие такие комплексные программы, 3-4 года пройдя обучение, уходили строить корабли, уходили строить самолеты и понимали, что роботы – это не самое важное в жизни. Как интересно. Так, Владислав, ну вот расскажите, вы заведуете лабораторией технологий и инженерии. О каких направлениях можете рассказать в вашей лаборатории? В нашей лаборатории два направления – это робототехника и радиоэлектроника. Ну, я думаю, про робототехнику уже сказали много. Конечно, это очень популярно, и дети приходят постоянно, мы чувствуем большой поток и большой интерес. Но и радиоэлектроника, хотя это такое классическое направление, тоже у детей очень популярно. Многие дети хотят работать именно руками, им интересно вот видеть готовый результат, то, что они сами спаяли, собрали готовое устройство и воплотили свои идеи в жизнь. Вот Дворец детей и молодежи работает уже не один год, да, и программы тоже реализуются не один год. А вы вообще следите за ребятами? Может быть, ваши коллеги, да, которые очень-очень много лет работают, например, тоже следят? Вот что с ребятами дальше происходит? Это просто развлечение занять детей после школы чем-то? Либо это то, что влияет на их жизнь? На самом деле Дворец детей и молодежи – это профориентация, да? Когда попадает ребенок в отдел технического творчества, мы готовим его к будущей жизни. Ребята, которые занимались авиамоделированием, они в основном все идут по направлению авиации, да? Ребята, которые занимались судомоделированием, они идут по направлению судомоделирования. Мы понимаем, что в Беларуси таких университетов нет, но они есть в России. И наши ребята едут туда для того, чтобы продолжать. И, конечно же, ребята, которые занимаются программированием – это, ну, будущие, скажем, студенты и БНТУ, и ведущих российских вузов по этому направлению. Поэтому, конечно, профориентация – это однозначно, иначе нет смысла как бы… Ну, мы не развлекательные учреждения. Вот что самое важное, я хочу сказать о Дворце и об отделе. То есть мы все-таки образовательные учреждения, и наша задача – их подготовить к будущей жизни и дать им возможность определиться. А вот интересно, Владислав, сразу видно по детям, по мальчикам, по девочкам, вот его это направление или нет? Я думаю, что да, робототехника – это в первую очередь конструирование, с этого всего начинается. И только потом мы переходим к программированию. Ну, и просто важно, чтобы у ребенка было вот это конструкторское мышление, чтобы, ну, даже вот такие навыки, как мелкая моторика, были хорошо развиты, чтобы он мог это вообще просто физически делать. Ну, и, конечно, видно сразу, кто вырывается вперед, кого можно направлять участвовать в соревнованиях, и кому в дальнейшем это направление, может быть, станет будущей профессией. Нет, мы говорим про ребят, которым 6-10 лет, которые совсем маленькие. И уже тогда можно сказать, что они могут стать хорошими этификами. Это видно сразу, потому что я уже говорил про конструирование, то есть у ребенка должно быть вот это вот мышление пространственное. Мы собираем роботов по инструкции, и ребенок должен интерпретировать инструкцию и воплотить ее в жизнь. У многих это, к сожалению, не получается. Ну, и программирование – это логическое мышление, это умение выстраивать алгоритмы для того, чтобы заниматься в будущем, а идти какой-то профессией – это очень важно. Давайте расскажем о республиканских конкурсах и мероприятиях, в которых участвуют учащиеся Дворца детей и молодежи. Республиканские конкурсы, конечно, они очень важны. На сегодняшний день самые важные конкурсы республиканские – это конкурс научно-технического творчества «Учащийся молодежи техноинтеллект». Это конкурсы научно-технического творчества союзного государства «Таланты 21 века». Это же, конечно, конкурсы по основам профессиональной подготовки, такие как «Хай-Тек», «Джуниор Скилз» либо «Тэч Скилз». И, конечно, мы, как Дворец детей и молодежи, формируем команды города Минска для участия в этих конкурсах. То есть мы проводим свои предварительные отборы, готовим детей на наших базах. И, в общем, хочу, наверное, так похвастаться. Команда города Минска в основном всегда заливает лидирующие позиции. Мы очень редко выступаем областям первое место по командному засчету. Но для того, чтобы участвовать в конкурсах, в тех, которых я назвала, конечно, есть возрастной ценз. Конкурсы научно-технического творчества – это конкурсы для детей от 14 лет. Именно поэтому мы создали наш образовательный центр, потому что был такой период времени, когда во Дворце детей и молодежи ребята этого возраста уже выросли талантливые, а новые не доросли. И мы были вынуждены что-то поменять в наших программах, привлечь большое количество детей и начать растить их с 6 лет, да, для того, чтобы дорастить до возраста конкурсов. И сейчас у нас это получилось. Но если говорить про возраст, какого вообще возраста лучше всего ребят отдавать на вот такие технические кружки? Когда лучше? Ну, начнем с того, что они не очень-то технические кружки, да, эти кружки все-таки больше, естественно, математического профиля, да, технические – это суда, авто, авиа, моделирование, мото, то есть в таком плане. Но хотелось бы, тут очень индивидуально, но 6-7 лет начальная школа – это такой хороший возраст для того, чтобы заложить фундамент вот этих знаний, да, и дать возможность ребенку самоопределиться. Ранний возраст. А записываться можно и вообще приходить только с сентября или с любого промежутка времени? У нас на самом деле нет никаких ограничений на этот счет, и мы готовы ребенка взять в любое время, если ему это интересно. Особенно то, что касается робототехники, там очень низкие поры вхождения, то есть ребенок придет на первое занятие, ему уже будет чем заняться, он будет понимать, что он делает и какой результат получит. Робот-пылесос – вот о чем мечтают родители, когда отдают детей на кружок робототехники. Я бы о таком мечтал. Как здорово! Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Я уверена, что более подробно со всеми техническими направлениями можно познакомиться на сайте Дворца Детей и Молодежи. Ну а мы напомним, что сегодня у нас в гостях были Алифтина Урбан, заведующая отделом технического творчества и спорта Минского Государственного Дворца Детей и Молодежи. И Владислав Богдан, заведующий лабораторией технологии и инженерии Минского Государственного Дворца Детей и Молодежи. Спасибо большое и хорошего дня. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.